Семинар глав муниципальных образований Ненецкого округа начал работу в Нарьинмаре. За прошлый год количество ДТП на территории округа снизилось на 20%. Данные были озвучены в ходе очередного заседания окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Нарьинмарцы смогут в режиме реального времени наблюдать за движением городских автобусов. Для улучшения качества обслуживания пассажиров на сайте Нарьинмарского автотранспортного предприятия появилась интерактивная карта. Как снять лишнее напряжение перед предстоящим экзаменом и настроить себя на успешный результат? Об этом и не только 11-классники школ города Нарьинмара и поселка Искатели узнали во время всероссийской акции «100 баллов для победы». С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в Ненецком округе началось перечисление ежегодных единовременных выплат ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В регионе ежегодные единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей получают ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня таких в округе проживает 4 человека. Труженики тыла и вдовы погибших и умерших участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату к 9 мая в размере порядка 10,5 тысяч рублей. Выплаты начисляются автоматически. По всем интересующим вопросам можно обратиться в отделение социальной защиты населения. Семинар глав муниципальных образований Ненецкого округа начал работу в Нарьинмаре. В течение четырех дней главам вместе с представителями окружной администрации, собрания депутатов округа, профильных департаментов и правоохранительных структур предстоит обсудить ряд актуальных для поселения вопросов. Строительство социально значимых объектов на селе, утилизация мусора, так называемый квартирный вопрос, дороговизна горюче-смазочных материалов и другое. Ежегодный семинар для глав муниципальных образований – еще один повод заявить о своих проблемах, обсудить и возможность сдвинуть с мертвой точки. Например, в Пёше основная проблема – передача в муниципальную собственность здания молочно-товарной фермы. Так как мы не успели отремонтировать молочно-товарную ферму в Нижней Пёше, из-за чего? Потому что деньги были выделены, но из-за того, что в собственность они были переданы уже в начале декабря, то есть мы в зиму входили в неподготовленное здание, и поэтому пришлось в срочном пожарном порядке приводить в нормальное состояние. В итоге было принято решение о строительстве нового здания и фермы. Сейчас ведется выделение земельного участка, на котором развернется строительство. Кроме того, в муниципалитете необходимо возвести дом культуры и примыкающую к нему библиотеку. В Нельмин-Носе схожие проблемы много лет. Жители этого муниципального образования ждут новенький этнокультурный центр. Существует подребность в жилищном строительстве, но наблюдается положительная динамика. Проблемы всем известны. Это строительство школы, поселки Нельмин-Нос, которые не можно построить уже с 90-х годов. Ну, как бы, вроде, проблема решается положительно. Проектно-спытная документация заканчивается разработкой в октябре 2019 года. Я думаю, что в дальнейшем пойдет уже строительство. Депутат окружного собрания Александр Чурсанов в ходе обсуждения строительной темы отметил, что полномочия приеме в эксплуатацию строительных объектов на селе можно передать в район, так как в сельсоветах не всегда есть нужные специалисты. Те объекты, которые строятся, строятся сейчас вокруг и по заполярным районам. И, соответственно, те объекты, которые вводятся в эксплуатацию, главные спальные образования должны подписывать документы. И, на мой взгляд, учитывая то, что специалистов администрации на сегодняшний день в муниципалитетах в области нет, и, соответственно, подписывая те или иные акты, глава в последующем несет очень серьезную ответственность. Цена на хлеб и его качество в поселениях, тарифы на электроэнергию. Депутат Наталья Кордакова рассказала, какая работа ведется в этом направлении. Наверное, правильно бы было, чтобы цена на электроэнергию все-таки составила хотя бы 8 рублей. А это не касается Красного, это не касается Тельбиски, потому что у них цены по электроэнергию на уровне города. Тогда, может быть, на самом деле была бы инвестиционная привлекательность поселений. И о чем я сам палочка войдет, тогда бы, может быть, и строители бы пошли более активно в наши населенные пункты. Еще одна актуальная тема, которую планируют более детально обсудить в ходе семинара – рыболовство. Тем более, что в силу вступают новые правила, и они касаются непосредственно жителей поселений. Кроме того, на семинаре будут обсуждаться вопросы безнадзорных животных, контактная система закупок, вопросы миграции, социальных выплат и другие. Заключительный день учебно-консультационного семинара состоится в администрации Заполярного района. Речь пойдет о безопасности на водных объектах, бюджетных взаимоотношениях и подготовке к осенне-зимнему периоду. Завершится семинар торжественным заседанием, посвященным Дню местного самоуправления. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нинницком округе в седьмой раз объявлены торги на проектирование и строительство школы в поселке Искатели. Первые шесть попыток найти подрядчика не привели к заключению контракта. В настоящее время учреждение образования располагается в двух смежных зданиях. Одно из них, где сейчас занимаются начальные классы, было введено в эксплуатацию еще в 1975 году. С декабря 2017 года проведено три электронных аукционы и три запроса предложения на выполнение работ. Торги в итоге либо приостанавливались из-за жалоб Федеральной антимонопольной службы, либо не приводили к заключению контракта из-за отсутствия заявок от подрядчиков. Как пояснили в централизованном стройзаказчике, в конкурсную документацию нового электронного аукциона был внесен ряд изменений. В частности, уменьшен размер обеспечения заявки, увеличен с 10 до 25 процентов размер аванса. Помимо всего прочего, изменился срок исполнения контракта с июля на октябрь 2022 года. Начальная цена контракта за год не изменилась и составляет 1,9 миллиардов рублей. Итоги аукциона планируется подвести 29 апреля. За прошлый год количество ДТП на территории округа снизилось на 20 процентов. Данные были озвучены в ходе очередного заседания окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, специалисты обсудили состояние аварийности на отдельных участках городских дорог и предстоящий капитальный ремонт двух мостов. Речь идет о мостовой переправе через реку Лесозаводская Курья и мостовом сооружении через реку Колва на трассе Нарин-Марусинск между поселком Харьягинск и границей округа. По итогам прошедшего года, отмечают окружные полицейские, на территории региона зарегистрировано 32 дорожных происшествия, в которых 33 человека получили ранения, трое погибли. Из них в результате наезда автотранспорта – два пешехода. Кроме того, в течение года было зафиксировано 10 опрокидываний автомобилей, 7 столкновений и 4 наезда на препятствия. «Определяющее влияние на уровень аварийности у нас оказывают до сих пор водители транспортных средств. В результате нарушения правил дорожного движения зарегистрировано у нас 87,5% всех происшествий. За истекшие первые зарегистрированы у нас 28 таких происшествий. В шести из 28 по вине водителей, шесть у нас по вине пешеходов. Каждый пятый ДТП является следствием нарушения правил дорожного движения пешеходами, северно зарегистрировано шесть, в которых у нас погиб один человек. Где-то пешеход у нас и получили ранее шесть человек. Практически все происшествия в вине пешехода у нас произошли на территории города Нарьянмар. Каждая четвёртая ДТП совершено водителями в состоянии опьянения. Водительских прав по решению суда лишились 157 человек. С начала этого года в округе зарегистрировано 179 ДТП. Особое внимание члены комиссии уделили вопросу безопасности дорожного движения и обустройству пешеходных переходов. Так, в рамках нацпроектов в этом году планируется создание трёх умных переходов. Установка которых будет согласована с ГИБДД. Если пока же практика, она должна сложиться положительное, мы за 2-3 года уменьшим пострадавших именно пешеходов. Потому что там предусмотрено как дополнительное освещение, так и дополнительные сигналы водителя. При выходе именно пешехода на саму зебру не просто будет, что пешеход пошёл, водитель должен в курсе, а нам специальная таблица будет загораться и предупреждать водителя, что находится на зебре непосредственно пешеход. В ходе заседания комиссии участники обсудили также капитальный ремонт двух мостовых сооружений. Это мост через лесозаводскую Курью и реку Колва на дороге на Ренмар-Усинск. Капремонт моста через реку Колва составит порядка 870 миллионов рублей. Получили проект, значит, там очень сложный ремонт связан с тем, что 4 путепровода находятся на мосту, которые будут вынесены намного позже, потому что там экологические проходы, я имею в виду владельцы этих нефтепроводов, они проходят экологические экспертизы, и многим надо выходить и закладывать бюджеты в своих компаниях деньги. Поэтому будет без остановки нефтепроводов проводиться ремонт, значит, будет организовано движение по одной полосе, в 9 раз мы будем перекрывать полностью мост на 5 дней, это будет связано с подъемом конструкции моста. Что касается лесозаводского моста, движение транспорта здесь будет организовано по временному мосту, который установят со стороны детского сада Теремок. Ширина проезжей части временного двухполосного моста составит 8 метров, максимальная скорость движения по нему – 20 км в час. На сегодняшний день проектная стоимость мероприятия составляет почти 250 миллионов рублей. Проведение капитальных ремонтов обоих объектов запланировано на период до 2021 года. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Нарьинмарцы смогут в режиме реального времени наблюдать за движением городских автобусов. Для улучшения качества обслуживания пассажиров на сайте Нарьинмарского автотранспортного предприятия появилась интерактивная карта, на которой видно движение всех автобусов, находящихся в данный момент на маршруте. Интерактивная карта внедрена предприятием в рамках развития концепции «Умный город» и призвана усилить контроль за безопасностью на общественном транспорте. Как пояснили на предприятии, пока интерактивная карта работает в тестовом режиме и доступна только на сайте предприятия в разделе «Расписание». Но уже летом можно будет следить за движением и расписанием автобусов через мобильное приложение. Сейчас идет разработка данного приложения. Это вынужденная мера, которой требует законодатель. Параллельно с этим принято было решение оснастить сразу же весь автопарк новыми современными датчиками спутникового слежения ГЛОНАСС. Эти датчики нам сейчас позволяют фактически сделать максимальный контроль работы техники на линии, как и грузового транспорта, так и пассажирского. И в том числе смотреть за расходом топлива, за работой на линии. И отчасти контролировать пассажиропоток. Стоит отметить, что в Нарьинмаре уже есть положительный пример работы с систем спутникового мониторинга. Внедрением новой технологии они занялись еще несколько лет назад. Тогда были установлены GPS-передатчики на 32 автобусах. Позже последовало внедрение технологии ГЛОНАСС и на грузовой транспорт. Установка новых датчиков ГЛОНАСС фактически позволяет нам уже сейчас, нашим клиентам, предоставлять полную информацию по транспортировке именно в сточных вод и мусора. Мы готовы поделиться доступом в личный кабинет, где каждый заказчик может наблюдать за фактическим вывозом по заказам этих сточных вод, за реальной работой техники, что там не какие-то приписки, а действительно транспорт работает на линии, в какое время, сколько минут он занимался откачкой. Все это мы уже сейчас не можем предоставить своим заказчикам. Это уже вторая за год техническая новинка, внедренная предприятием для удобства пассажиров. С 1 ноября прошлого года во всех автобусах появились транспортные терминалы для безналичной оплаты проезда. Состоялось очередное заседание общественной молодежной палаты, в ходе которого были подведены итоги деятельности рабочей группы по вопросу финансирования выездных выступлений окружных спортсменов. Обсуждали также проведение международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» и кадровый проект «Политстартап». Подробнее расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Заседание общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ненинского округа началось с обсуждения вопроса о развитии спорта в регионе. В частности, речь шла о приобщении молодых людей к здоровому образу жизни. Формы проведения мероприятий, отмечают молодые политики, могут быть самые разнообразные. Можно, точнее нужно проводить всякие спортивные фестивали для привлечения молодежи, будущих чемпионов и для популяции спорта и спортивной культуры в округе. Ярким примером для окружной молодежи является лыжник Александр Терентьев. Благодаря его успехам в регионе создана спортивная школа Олимпийского резерва «Труд». Славится Ненинский округ и знатоками истории. Как было отмечено в ходе заседания, регион по качеству знаний среди других субъектов России вошел в десятку лучших по итогам тестов по истории Великой Отечественной войны и истории Отечества. Эта международная акция проходит ежегодно в рамках федерального проекта молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией». Это включает в себя 30 вопросов. Всего дополнительно у нас в регионе разработаны преподавателями истории техникума 10 вопросов региональных по истории округа во время Великой Отечественной войны. Сейчас идет проработка вопроса по увеличению количества площадок. Создается рабочая группа. В этом году попробовать свои силы в тестировании на знания событий Второй мировой могут все желающие. Акция состоится 26 апреля. Для округа она станет четвертой по счету. Еще один вопрос, который обсудили в ходе заседания, касался реализации проекта «Полистартап». В его рамках молодежь до 35 лет может реализовать свое право быть избранным. На сегодняшний день в проекте участвует 20 человек. В рамках этого проекта молодым людям дается возможность поучаствовать при помощи опытных наставников в данном предварительном голосовании. То есть, ну, как говорится, на всех основаниях, то есть не просто какое-то участие по нарушку, это самое настоящее участие. Пройти все этапы выборного процесса и, возможно, кому-то из вас выпадет шанс занять один из вакантных мандатов, который у нас появится этой осенью и в городском совете, но мы ориентируем этот проект на городской совет в первую очередь. Добавлю, в прошлом году в проекте «Полистартап» приняли участие 14 жителей округа. Двое показали хорошие результаты. Павел Окладников стал победителем партийного праймерис, а Юлия Храповицкая была избрана депутатом Искательского поселкового совета. Как снять лишнее напряжение перед предстоящим экзаменом и настроить себя на успешный результат? Об этом и не только 11-классники школ города Наринмара и поселка Искатели узнали во время всероссийской акции «100 баллов для победы». Она проходит во всех регионах России по инициативе Рособорнадзора уже пятый год. В этот раз марафон посвящен Году театра в России. «Самое важное в этом деле, знаете, что в настройке? Вдох через носик спокойно, а вот выдох не надо делать так. Потому что вот это как раз-таки вас психологически настраивает, что я боюсь». Художественный руководитель и режиссер театра Творецкого Алена Сегова учит ребят справляться со своим волнением с помощью дыхательной гимнастики. Такие же упражнения перед выходом на сцену выполняют актеры. «Больший залог успеха – это, конечно же, ваши знания. Но даже обладая супер-багазом знаний, иногда мандраж, иногда волнение, оно, конечно, всковывает вас. Что же с этим делать? Самое важное – это настроить правильно себя. Не только психологически, покричать ночью в окно халявы, приди. И не только это, но и еще настроить себя, свой организм, свое тело. Что самое первое? Это, конечно, наше дыхание». Освоив технику дыхания, 11-классники по видеоконференц-связи смогли пообщаться с выпускниками прошлых лет, которые успешно сдали ЕГЭ и сейчас учатся в престижных вузах страны. «У нас в этом году такая акция проходит, в принципе, впервые. Но хотелось бы отметить, что ежегодно мы также проводим подобные встречи для того, чтобы их психологически разгрузить. Я, наверное, уже думаю, что больше волнуются, наверное, даже родители уже, чем сами ребята, потому что ребята проходят определенную процедуру оценивания уже в течение своей школьной жизни. И начинаются эти процедуры под названием «Всероссийские проверочные работы». Поэтому здесь им, в принципе, знакомо. Кроме того, они сдавали экзамен после 9-го класса, основной государственный экзамен, в рамках которого они уже видели процедуру оценивания, процедуру проведения. И, конечно, для них, мне кажется, это уже не так страшно. Напомню, акция «100 баллов для победы», инициированная Рособорнадзором, проводится по всей России. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».